Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет еще одно видео, к сожалению, где не будет меня в кадре, но хочу рассказать вам немного о своих последних покупках, о открытиях, в общем, о том, что действительно заслуживает внимания вашего. У меня вот сейчас утро, как видите, пью-сижу кофе и собираюсь бежать смотреть новые квартиры, потому что из последних новостей, в общем, такая новость, что наш дом закрыт еще как минимум на два месяца, вернуться в свою квартиру мы не можем, и поэтому мы вынуждены разорвать контракт и искать себе новую квартиру, потому что два месяца без воды и без электричества это абсолютно невозможно. И, в общем, да, я занимаюсь сейчас поиском новой. Вернемся к косметике, и поэтому хочу показать вам сегодня вот такие тональные крема. Про один я вам уже рассказывала, у меня раньше был вот этот вот, и это был оттенок C3, и, в общем, он был холодный оттенок, но он, тем не менее, стал мне уже темным, и он не розовым уже смотрелся у меня на лице, а таким желто-оранжевым, поэтому я вынуждена была пойти в магазин, купить новый, более светлый. Более светлый был только с нейтральным подтоном. В общем, короче, я пришла домой, оказалось, что он для меня все-таки слишком светлый, поэтому я теперь смешиваю вот эти вот два оттенка, и получается то, что мне надо. Но я все равно являюсь противником смешивания тональных кремов, вот за исключением тех случаев, когда это просто один и тот же тональный крем, но разного оттенка. Вот, поэтому, да, девчонки, очень рекомендую эти тональники, они очень-очень классные, они дают легкое покрытие, очень хорошо для сухой кожи, и очень натурально смотрятся на лице, абсолютно восхитительный просто тональный крем для масс-маркета. Далее, кисточка Stippling Brush от Real Technique. Почему хочу выделить ее? Потому что ею не очень довольна, и хочу вас немножко предостеречь. То есть я сейчас пользуюсь в основном кистями Real Technique, как видно, единственное, что оставила, конечно, свой Sigma F80, просто обожаю ее. Sigma карандаш. И на самом деле, я хотела еще сказать, что кисточки для глаз от Real Technique очень-очень скверного качества. То есть не то, что качество у них нормальное, но они не очень удобные в использовании, поэтому я не могу отказаться от маленьких кистей Sigma. Вот таких, как эта растушевочная E25, по-моему, для нанесения основного цвета. Ну, в общем, такие вещи. Для глаз кисти, для лица кисти Real Technique очень даже неплохие. Но вот эта вот Stippling Brush немножко подгуляла в том плане, что ее мой-не мой, даже когда она самая-самая чистая, она все равно может оставлять полоски. Поэтому с ней надо очень стараться хорошенько растушевывать. И вот как бы я вам ее не очень рекомендую. Она вот у меня сейчас, конечно, грязненькая немножко. Вот. Поэтому, да, хотела вас об этом предупредить. А, и, кстати, хотела сказать, что не у всех вот такая вот плоская ножка, что вы можете ее поставить легко. У тех кистей, которые идут в наборе, такой, как бы, возможности нет. Только те, которые индивидуальные. Дальше. Самое важное и самое такое приятное для меня приобретение, это я просто уже себя пошла утешать после всех этих событий у нас. С ураганом я купила себе палетку от Urban Decay, которая называется Smoked. Я в диком восторге от нее. И она на молнии. То есть у нее очень классный такой дизайн, очень удобно брать в поездки. И я думаю, что она не будет биться, потому что она, ну, мягкая такая, достаточная, и, то есть, будет работать амортизатором. Итак, здесь вот такие вот 10 оттенков. Я немножко выглядываю. И, в общем, как бы основная концепция этой палетки заключается в том, что Urban Decay сказал, что не обязательно Smoked Eye должны быть черными. Поэтому они предлагают нам вот такие вот кучи оттенков для того, чтобы создать разные интересные Smoked Eyes. Но при этом вы можете создавать абсолютно нейтральные макияжи. То есть я пользуюсь ею в последнее время на каждый день. Вот этот вот под бровь в уголок глаза. Вот этот вот на все подвижное веко. Вот этот вот, ну, как бы в складочку. И этот еще сильнее для того, чтобы выделить уголок и придать глубину. Вот, да, его тоже наши, в общем, матовые оттенки в этой палетке. Вот этот, этот, этот и этот. А остальные все такие сатиново-шиммерные, но ни в одном нету такого, таких крупных блесток. В общем, да, я обожаю эту палетку. Очень классно, действительно, здесь большое зеркало. И так, что еще с этой палеткой идет? С этой палеткой идет вот такая вот книжка. Потрясающе просто полезная вещь. Потому что в ней представлены разные макияжи. То есть разные варианты макияжа, которые вы можете сделать с этой палеткой. С очень-очень подробной инструкцией. То есть это очень клево. И, по-моему, девчонки... Так, ладно, все. И, по-моему, девчонки говорили, что 11 макияжей или как так. Я не считала. А, еще, кстати, не показала. Здесь идет вот такой вот карандаш-лайнер в комплекте, который абсолютно невозможно смыть. Очень классно держится и очень долго. В комплекте идет вот такой вот мини-прайма-поушн уже в маленьком варианте, в новом оформлении, то есть, хотела сказать. И вот мой старый. Посмотрите, как он обколупался. И, в принципе, я его нигде сильно не таскала. Он лежал у меня просто в косметичке. То есть, вот допользую его, полетит в мусорку уже вообще абсолютно без какого-либо сожаления. Мне просто неприятно такими вещами пользоваться. И с удовольствием буду пользоваться вот этой вот малюткой. Так, дальше. Румяна и тени для бровей от Эльф. Никогда не хотела... Ну, то есть, первое время, когда я начинала свою коллекцию, я накупила очень много всего от Эльф. И потом очень сильно пожалела, потому что Эльф это все-таки такой бренд, который, вот как по-английски говорится, hits and miss. И больше hits, чем miss, но... То есть, больше все-таки каких-то удачных продуктов у них. Но не все, далеко не все. Но вот румяна оказались действительно очень крутым продуктом. Это у меня в оттенке Candid Coral. Вот так вот этот оттенок выглядит. Сейчас постараюсь передать вам максимально похожий цвет, как он есть в жизни. То есть, он вот такой вот персиково-коралловый, наверное. Да, персиково-коралловый. С небольшим, мелким-мелким-мелким золотистым шиммером. Но он настолько мелкий, то есть, это придает такое сияние, но абсолютно ни в коем случае не блеск. То есть, они пойдут на каждый день. И очень крутые румяна. Они мне реально очень понравились. Я слышала, что они аналог NARS-оргазм. Это абсолютно не так. Я их прикладывала рядом. Они даже рядом нигде не валялись. Но, тем не менее, очень классные румяна. И, девчонки, вот на самом деле, если вы собираетесь что-то заказывать у Эльф, то к этим румянам обязательно присмотритесь. Тени для бровей. Они идут тут. Вот это вот пудра для бровей. А это этот. Господи, как же слово-то? Ну, вы поняли, которая как... Воск, воск точно. И здесь идет также двусторонняя кисточка. Тоже очень неплохие тени у меня в оттенке medium. Немножко, наверное, надо было посветлее взять, но ничего страшного. Так что, да, вот эти вот продукты, обязательно обратите на них внимание. И дальше, что хотела показать. Это мое новое открытие для меня. Потому что я никогда не смотрела на этот бренд. Это называется Тарина Тарантино. И началось мое знакомство с вот этих теней. Я увидела их просто на скидках в Сифоре. Потрясающе хорошие тени. Вот на самом деле... Ну, видите, я ими пользуюсь так активно довольно-таки. Во-первых, красивые очень оттенки. Они действительно передаются вот такими, какие они есть в жизни. Но чем мне они очень нравятся, это то, что качество у них абсолютно как у Urban Decay. И очень шелковистые. Они практически такие вот кремовые такой вот текстуры. Но очень классные. Хорошо держатся. Очень пигментированные. Я в огромном восторге. И, в общем, у меня эта палетка называется Тра-ля-ля. Как она у меня называется? В общем, кому надо, тебе прочитают. Правда же? Вот. И после этого я пошла опять в Сифор. У нас были скидки 20%. Нам, кстати, вот такие вот сумочки давали даже. Бесполезные. Но не суть важна. Вот. И купила там еще вот такие вот румяна. Это такой непривычный для меня оттенок, потому что я все-таки люблю персиково-коралловые такие довольно шиммерные оттенки. А это абсолютно матовый. Но мне очень понравился, потому что он очень здорово так подчеркивает. То есть не подчеркивает, он как-то освежает и делает более таким теплым лицо. В общем, то, что мне надо было, оказывается. И с удовольствием огромным им пользуюсь. У меня этот оттенок вот такой вот. Так что, да, если у вас есть в городе или, может быть, вы на этих где-нибудь наткнетесь, обязательно присмотритесь к этим румяным и теням, особенно к теням. И последнее, что хочу так показать и выделить, это вот такой вот мини-бронзер от Smashbox. Вот в таком вот он у меня оттенки. И его мне дали бесплатно в Сифоре там за накопленные пункты. Обалденный просто бронзер. Честно, мне он очень понравился. Вы знаете, я большой любитель матовых бронзеров. Вот у меня Hoola. Вот у меня Chocolate Soleil Too Faced. Вот у меня Physician's Formula. Вот эта вот полоска, она матовая. Я обожаю матовые бронзеры. И вот этот вот очень-очень хороший. Действительно натурально смотрится на лице. Можно им делать контурирование. Можно придавать просто такой общий вид загара. Поэтому потрясающе. В принципе, наверное, это все. Наверное, это все, что я хотела вам показать сегодня. Вот как бы каким набором я сейчас обхожусь. Это у меня на 2-3 недели. То есть я уже недели-полторы этим пользуюсь. И вот тут некоторые новые приобретения. И тут у меня то, чем я не очень часто пользуюсь. То есть я так как бы взяла это с собой на случай, если пригодится. Но, в общем, да, как я уже писала у себя ВКонтакте, у меня, наверное, будет скоро разбор моей коллекции. Потому что я поняла вот сейчас, когда надо взять только то, чем ты действительно будешь пользоваться, то поняла, что я очень многим не пользуюсь. И у меня просто зря лежит. Так, уже почти на 10 минут наболтала. Поэтому желаю всем хорошего дня. Очень извиняюсь за то, что меня такое длительное время уже не было. Ох ты, как у меня фокус настроился только сейчас. Ну, надеюсь, вам было видно. В общем, да. Извиняюсь еще раз за то, что меня не было. Мне сейчас очень тяжело снимать с таким вот графиком моим. И, в принципе, бездомностью такой практически. В общем, я очень надеюсь, что мы в ближайшее время найдем новую квартиру. Я смогу наконец-то освоиться там. И продолжить снимать. Еще раз желаю всем хорошего дня. Пока-пока. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok